Ну здесь метров, наверное метров 80. То есть это надо отвести, будет 4 головы примерно. Он видит меня. Не, подожди, он не видит меня. Прикол. Дай мне хэдшот игра. Надо было только попросить. Всем привет, меня зовут Redragon, и сегодня я хочу с вами поделиться своим впечатлением о новом коротком винтвилде столетия с глушителем, который был добавлен с патчем 1.12, который сейчас находится пока только на тестовом сервере, а также показать вам один из самых успешных, по крайней мере в моем случае, билдов под это оружие. Стелс билдов. Этот билд строится на витроли с глушителем и, соответственно, на коротком столетии. Витроли с глушителем я взял с высокоскоростными боеприпасами и винтвилд с обычными. Так как падение дамага у обоих этих оружий довольно сильное, тут остается только стрелять в голову. Однако я не учел одной очень важной детали перед тем, как взять этот билд, ибо моей изначальной целью было стрелять из витроли на большие расстояния, за счет того, что, ну, его меньше шатает, пуля должна быстрее лететь. И, соответственно, с короткого винтвилда на более близких расстояниях. Однако я несколько переоценил скорость полета пули на витроли. Так, 350, 390, 145 метров, 145... Чего, блядь? У них разница в 6 метров в расстоянии хэдшота? Они хорошо себя чувствуют? Я, кажется, что ты не так сделал со своим билдом. То есть, оказывается, у столетия на стандартных боеприпасах скорость полета пули быстрее, чем у витроли на высокоскоростных. Я, честно, это звучит настолько контринтуитивно, что я даже не предполагал такого. Но оказалось, что это так. Поэтому в этот момент я подумал, что я сделал некоторую ошибку, когда собрал именно такой билд. Однако, никакой ошибки в этом не было. Действительно, с витроли было намного лучше стрелять вдаль, потому что его заметно меньше шатает, чем короткое столетие. Столетие шатает достаточно сильно для стрельбы на высокие расстояния. Однако, если стрелять на расстоянии до 50, до 60, может быть, метров, то, в принципе, вполне себе шатание такое, приемлемое. Опять же, что нельзя не отметить, у этих обоих оружий очень сильное падение дамага, потому что они оба с глушителем, а столетие так еще и короткое, что также влияет на это еще сильнее. Поэтому, по-хорошему, если вы хотите стрелять по противникам и наносить им какой-то урон, не в голову, то всегда желательно брать ФМЖ и туда, и туда. Но я, соответственно, решил, что я не хочу жертвовать скоростью полета пули, и решил только ставить хедшоты. И для этого, собственно, никакие боеприпасы другие не нужны. Плюс, если вы берете в два оружия спеша лама, то, соответственно, пополнять боеприпасы впоследствии может быть несколько затруднительно, поскольку черных коробок на карте заметно меньше, чем обычных. Ну и вот такой вот, собственно, билд с такими плюсами, с такими минусами. Давайте посмотрим, как у меня получилось его реализовать. Однако, перед тем, как мы начнем, не забудьте поставить лайк на видео, если оно вам понравилось, и, собственно, напишите в комменты, что думаете об этом столетии и как вам вообще оно, особенно если успели с ним поиграть. А, и да, полный обзор на столетие, наверное, будет, когда выкатят патч на основу. Так что, как-то так, давайте смотреть, что у меня там вышло, и приятного просмотра. Найти этого чела, который сидит в кустах где-то, и убить попробовать. Не, пойдем на награду. Че тут сидеть? Я думаю, вряд ли будет меня видеть оттуда. Я, кстати, не помню, сделал ли я клип, но на всякий случай сделаю сейчас. Вон, бежит. Да! Нет! Я убил его. Ха-ха! Летс гоу! Что, ларез тиммейта, блядь, что? Да. Да. И к ним справа. На картах. Джи-джи. Как-то тихо стало. Это его тиммейт, это минус... Чего это такое? Ещё кто-то? Или это просто приколы? Это приколы. О май гуд. Просто крак-снайпер отлетел от Винфилда. Джи-джи. Классика. Не убивайте меня, пока я его лутаю, ладно? А, подожди, это не с глушителем Винфилд. О боже. Рычажку? Интересная идея. Можно попробовать. Или нужно забрать обратно свой Винфилд короткий? Так-то спереди стопудово. А, или нет. Оттуда может откуда-то быть? Может, но вряд ли. Пойдём-ка отсюда. Возьми крак-снайпер. Потом. Когда-нибудь. Сфмж это говно? Отлично. Ну и жирный же прицел этого дерьма. Возьми крак-снайпер. Возьми. Возьми. Камон Что это такое там было? Дорожие так уехало у него А он соло скорее всего Он потерял много раз вдох И умер сериал от обычного попадания Не, нихера, там ходит кто-то еще Я не заметил, что это он Потому что он слился с этим дерьмом Тупо Каин Шесть Если пушки и пуля такая же жирная, как и прицел Было бы неплохо Это чел умеет стрелять, очевидно Йо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Ну, некромантом поднял Джи-джи Джи-джи Let's fucking go Это лучшая катка за последние Какого хера там еще кто-то жив? О, десять секунд этого дерьма Так, что у тебя за оружие? О, это мне А он в доме Он не один? Не, он один Ты потроллишь меня? Окей Что делать теперь? Где выход вообще? Вон туда Не, ну слушайте, это было очень клево Да, он встал Да 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 Насрать на него Пойдет Пусть идет Не пойдет Окей Десять секунд дают Ну, вот такая вот катка со смачными хэдшотами и с довольно неплохим окончанием В любом случае Спасибо всем вам за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Приходите на стримы На твич подписывайтесь И увидимся с вами На стримах и в следующих видео Всем удачи Всем пока Вау